Израиль победил пандемию, но в Россию все равно нет полетов. Почему и доколе? Российская Федерация попала в список стран, посещение которых запрещено для граждан Израиля в связи с тяжелой ситуацией по ковиду. Если еще неделю назад Минздрав Израиля просто не рекомендовал гражданам страны посещать Россию, с 31 мая летать туда израильтянам запрещено. Шлома Морйосов, генеральный директор управления регистрацией населения, в которое входит пограничная служба, особо отметил, что наличие двойного гражданства не освобождает от запрета на посещение стран из списка. Это касается и израильтян, имеющих российское гражданство, и россиян, являющихся также гражданами еврейского государства. Нам хорошо известно, что при желании запрет можно обойти. Однако мы надеемся, что граждане понимают, что это делается для того, чтобы сохранить хорошую эпидемиологическую ситуацию в стране, и не будут нарушать предписания. Однако погранслужба Израиля не может помешать летать в запрещенные для посещения государства через третьи страны. Запрет не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12 часов. Под запрет не попадают гуманитарные случаи. Граждане и жители Израиля могут отправиться в Россию, подав заявление в комиссию по рассмотрению исключительных случаев. Запрет на полеты не распространяется также на участников спортивных сборов и соревнований, и официальных представителей государственных структур. Эти категории граждан не должны подавать в комиссию специальные прошения. Однако пока запрет действует, все граждане и жители Израиля, которые возвращаются из России, будут обязаны соблюдать режим изоляции, в том числе привитые от коронавируса и перенесшие коронавирус. Срок обязательного карантина зависит от наличия отрицательного результата тестов на коронавирус. Без прохождения тестов 14 дней, при наличии двух отрицательных тестов 10 дней. Тесты с недавних пор стали платными от 80 до 100 шекелей, это приблизительно 25-30 долларов на человека. Привитые и переболевшие люди, которые совершали в этих странах пересадку и не выходили из аэропорта, и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина. Разумеется, Российская Федерация не одинока в запретном списке Минздрава Израиля. До сих пор гражданам Израиля было запрещено посещать семь государств – Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию. Теперь, кроме России, в список добавились Сейшельские острова, Боливия, Уругвай, Мальдивы, Парагвай, Непал, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. В связи с этими мерами депутат Кнессета от партии Ешатит Константин Яэль Развозов обратился с письмом к генеральному директору Министерства здравоохранения профессору Хазелеве. Русскоязычный парламентарий попросил обосновать решение о включении России и Украины в список стран, посещение которых запрещено для граждан Израиля в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Развозов, репатриант из Российской Федерации и уроженец Биробиджана напомнил, что запрет на посещение этих двух стран затрагивает сотни тысяч русскоязычных израильтян. Депутат запросил данные Минздрава о числе зараженных коронавирусом, прибывших из России и Украины, до вступления в силу данного запрета на полеты.